Привет всем ребят, на связи GrimOptimist и сегодня у нас с вами будет, прям скажем, нелегкий разговор. Я попытаюсь наответить, наверное, главный вопрос, который мучает всех последние месяцы. Особенно после всех событий, после всех новостей, после стримов с разработчиками, после их ответов и так далее. Ну, по названию ролика вы уже поняли, про что пойдет речь. Это спасет ли вообще вот эта песочница и Баланс 2.0 игру World of Tanks в принципе или нет. Потому что мнений, друзья, по этому поводу просто какое-то нереально огромное количество. То есть очень сильно разделилась аудитория. Кто-то говорит, что молодцы, делают вот песочницу, да, что-то меняют. Да, не очень получается пока, но меняют постоянно. Да, молодцы, но в кои-то веки ей ёпсель-мопсель там уже несколько лет с мертвой точки все не сдвигалось. А тут вдруг что-то пошло, да. То есть очень многие наоборот как бы поддерживают. И, кстати, я в каком-то смысле тоже. Но есть и другая точка зрения, когда говорят, что ну разрабы в своем репертуаре, блин. Сделали песочницу. Арту сначала нерфят, потом апают. Вот танки все испортили, ничего теперь не ездит, вообще ничего не могут. Лучше бы вообще не брались, господи. Какой кошмар, нахер все это говно. Вот такие комментарии тоже довольно часто встречаются. То есть диаметрально противоположные точки зрения. Как и в принципе всегда, по любому маломальски важному вопросу, бывает подобная ситуация. То, что мнения разделяются. Сегодня, друзья, попытаемся разобраться вообще, стоит ли ждать чего-то от этой песочницы. И насколько это поможет вообще игре. Наверное, ни для кого из вас, друзья, не секрет. То, что игра в последний год особенно сильно потеряла популярность. То есть просел онлайн, в целом хайп просел. Да просмотры даже упали на самом деле на ютубе. И не только у меня, то есть практически у всех по чуть-чуть. И это, ребята, говорит о том, что в игру играет уже не так много людей, как всегда. То есть если раньше мы спокойно брали в новый год миллион онлайна, даже больше, миллион стоповом было. То сейчас там, я не помню сколько было, но там примерно процентов на 30, то есть онлайн просел. Это очень много. И естественно, есть для этого причины. И первое, что я хотел бы сделать сегодня в этом ролике, это попытаться разделить вот всю эту, скажем так, условно ушедшую аудиторию на некоторые категории. То есть чисто основываясь на здравом смысле и, собственно, в жизненном опыте. Значит, первая часть людей, которая ушла, это люди, которых просто задолбала эта игра. В принципе. То есть или просто задолбали танки. То есть просто потому, что они либо очень давно играют, либо слишком много играют, либо все сразу. Ну, надоели танки просто. Вот появилось у человека желание там в Counter-Strike, в доту поиграть, еще в что-то, я не знаю, там Battlefield скоро первый выходит, да, там. И так далее. Думают, да к черту, танки уже сколько можно там ездить, надоело прокачиваться и хрен бы с ним. Я абсолютно, ребята, убежден, что вернуть этого человека в игру практически невозможно. Потому что когда тебе что-то надоедает, либо требуется большой перерыв какой-то, да, там год, полтора, два. Либо, ну, вообще, скорее всего, уже никогда назад не вернется желание, да. И я считаю то, что все эти люди, которые ушли, они для картошки потеряны безвозвратно. С другой стороны, это нормально. То есть, это, скажем так, запланированные, да, потери. То есть, постоянно так бывает. То есть, в любую игру играет какой-то человек, он играет, 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 играет. Игра надоедает, он ее удаляет. Все. То есть, это нормальный жизненный цикл, да. Но надо понимать, что это не единственная часть аудитории, которая отпочковалась. Вторая часть, это люди, которым не нравятся последние изменения в игре. То есть, это там то, что роль брони еще меньше, простее нововведение в картах не нравится, новые ветки не нравятся и так далее. То есть, дескать, ну, раньше игра была лучше, сейчас что-то все не то, в общем, смысла играть особого нет. Да, то есть, ну, нахера это надо? Это тратить свое время, тратить свои деньги к черту, да. То есть, вот такая вот категория, мне кажется, она довольно большой процент составляет, да. И этих людей вернуть будет тоже нереально сложно. Потому что, ну, проще, чем первую категорию, да, но все-таки, то есть, для этого требуются серьезные изменения в игре. И то, чтобы, вот если про игру пойдет хайп, что, оу, разработчики все исправили, теперь все классно, там, да, стало бодро, как раньше, тогда они, может быть, и вернутся, часть из них. Часть, скорее всего, нет. То есть, поэтому, эта аудитория, она условно-частично возвратная, ну, возвратная, будем так говорить, да. И третья категория игроков, которая отпочковалась, это артохейтеры. То есть, типа меня, например, да, только я не отпочковался пока еще. Люди, которые просто до зубовного скрежета ненавидят арту и артовода. И единственное, что их сможет вернуть в эту игру, это нерв и перебалансировка артиллерии до такого состояния, чтобы она перестала бесить. Но, при этом, надо сказать, то, что эту аудиторию вернуть проще всего. И многие вернутся, потому что, как правило, этим людям нравится сама игра, им просто не нравится то, что их долбит артиллерия. Вот и все. То есть, стоит с артой что-то сделать серьезное, и эти люди, они будут возвращаться, я почти в этом уверен. Из этого можно сделать вывод, то, что аудитория, которая потеряла картошка, она, ну, скажем так, имеет возможность вернуться только частично. Поэтому, я уверен, что миллионов онлайнов мы, скорее всего, уже не увидим. Кроме того, не следует забывать то, что, ну, помимо того, что из игры постоянно сваливают люди, это нормально, должны приходить новые, чтобы, ну, это компенсировалось, да. Но в танки новые игроки практически не приходят. Просто потому, что, во-первых, да, ну, уже все знают про танки. То есть, найти человека, который бы не знал, и сказать ему, оу, братан, есть игра про танки, попробуй поиграть, типа, все круто. Это сложно. То есть, да, найти такого человека. Единственное, если только, ну, вот он вырос. То есть, два года назад ему было там 10 лет, теперь 12, да, он уже там более-менее играет. Только в этом случае, ну, либо, я не знаю, там, кто-то в деревне себе интернет провел, то есть, что-то такое, я не знаю. Или в город переехал наоборот. То есть, я затрудняюсь найти человека, который бы не слышал про танки. Все мои друзья знают про танки, даже те, кто вообще в игры не играет. Понимаете, то есть, тут, как бы, приток новых игроков, это, он иссякает. То есть, просто потому, что это, скажем так, эта масса, да, потенциальных игроков, она не бесконечна, вот и все. То есть, как бы, есть определенное количество потенциальных игроков, и чем больше, как бы, ты привлекаешь, тем меньше остается этих потенциальных игроков. Вот и все. А они восполняются очень медленно. Поэтому то, что аудитория просела, да, и вернуть из нее не удастся, где-то, ну, половину примерно. При этом приток новых вряд ли наладится Поэтому я вангую то, что онлайна там в миллионы Мы вряд ли больше, друзья, с вами в этой игре когда-нибудь увидим С другой стороны, то есть онлайны там 700-800 тысяч, это вполне реально Вернуть людей это возможно Но есть еще один важный момент То, что сейчас делают разработчики Я не буду сейчас оценивать то, что там они косячат Не косячат, это пока ранняя стадия песочницы Там нельзя оценивать работу именно по... Пока нет еще там никакого баланса То есть поэтому Понимаете, если даже они все грамотно перебалансируют Если они порежут арту, да, то есть делают ее вот такой Все равно многие люди из тех людей, которые играют сейчас И им все нравится, они, поверьте, такие и есть Часть из них уйдет Точно так же, как сейчас уходят те, кого там бесит арта И там ПТшки и так далее Также уйдут люди, которым наоборот нравилась артиллерия В том виде, в котором она есть сейчас Те люди, которым нравится ПТ в том виде, в котором они есть сейчас Они тоже поуходят из этой игры, это однозначно Я не знаю, сколько их будет процентов Но я думаю, что порядочно И знаете, по таким вот подсчетам у меня почему-то есть уверенность То, что даже в самом лучшем случае, после всех этих махинаций Вряд ли увеличится количество игроков, которые играют Потому что часть старых, возможно, вернется, но уйдет сейчас снова То есть плюс-минус, я не знаю, насколько это компенсирует друг друга Но аудитория вряд ли там станет больше То есть все вот эти изменения игры, которые собираются делать разработчики Я почему-то уверен, что вряд ли они повлекут за собой Какой-то бум, такой прирост интереса к игре Скажем так, вторую волну популярности То есть просто те люди, которые уже сейчас играют И которые хотят изменения, они будут более довольны То есть возможно они начнут больше донатить и так далее Но именно какого-то количественного прироста Я вряд ли думаю, что это ожидать Потому что люди, они ведь не берутся из ниоткуда В капусте их не находят и аист их не приносят То есть их ограниченное количество И вряд ли удастся, как-то говорю, замахнуться на старые высоты Такое мое мнение, ребята То есть я уверен, что изменения в игре, то есть они нужны по-любому Я говорю это не к тому, что нужно забить на все, на это не надо ничего делать Нет, все это надо Но надо понимать то, что это не сделает так, что игра снова станет number one и все такое Вот и все То есть поэтому тут надо спокойно относиться И у любой игры жизненный цикл, у танков тоже Если они сделают вот такие изменения, это продлит этот жизненный цикл Но не более того Рано или поздно все равно эта игра, ну она как бы потеряет актуальность Так или иначе это происходит абсолютно со всеми играми Поэтому не надо из этого делать трагедию Там появится новая какая-нибудь игра Вот и все, ребята Пишите свои комментарии, пальчики вверх Ставьте, подписывайтесь на канал Не знаю там Все, до скорого Покеда КОНГЛИЙСКИ Покеда